Всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре РПЛ и сосредоточимся на матче Локомотива и Сочи. В первой части сезона эти команды многих озадачили своими результатами, Сочи постепенно скатился до борьбы за выживание. Локомотив, ну, скажем так, при том, что собрал отличный состав по именам и по фамилиям, при том, что у команды есть отличный тренер и вроде как неплохой футбол, но были откровенно провальные отрезки, которые не позволили Локомотиву показать какой-то цельный футбол в первом круге. Все время все было как-то волнообразно. То спады, то падения, то наоборот, подъемы. В общем, здесь проблем хватало. И у тех, и у других, и сейчас команды вступают во вторую часть сезона обновившимися. У Сочи новый тренер, куча новых игроков. Локомотив тоже, так скажем, нашел подкрепление для своего состава, поэтому сейчас было интересно посмотреть и на тех, и на других, тем более, что относительно недавно Локомотив был чемпионом. Сочи занимал второе место. То есть это команды с определенными амбициями, что, собственно, и подтверждалось фамилиями тренеров. Когда, с одной стороны, у вас бывший тренер сборной Испании, с другой, бывший тренер молодежной сборной России, согласитесь, это уже звучит неплохо. Ну и футбол мы получили интересный, невероятно яркий старт. Наверное, самый яркий старт. Матчи РПЛ после зимней паузы обменялись забитыми мячами уже к пятой минуте. Ну а дальше? Дальше, в общем-то, футбол тоже не подкачал. Было много интересных моментов удаления. Впервые, насколько я понимаю, судья в рамках матча российского чемпионата публично во время матча объяснил свое решение по аналогии с североамериканскими лигами, где в НБА, НХЛ судьи так или иначе объясняют принятые ими решения. Так что здесь был своеобразный дебют, я так понимаю, было много всего интересного, и это все интересное мы обсудим. Но сперва. Хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает. Она делает просмотр футбола еще интереснее. На мой взгляд, это лучшее приложение к спорту, и сейчас у них есть отличный подарочек для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Там вы получаете все нужные инструкции, получаете все нужные ссылочки, и с их помощью получаете фрибет, который дальше можно потратить по своему усмотрению на сайте этой компании, на их приложении. Там множество событий по разным видам спорта. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Ну а мы пробежимся по составам локомотива из Сочи. Итак, начнем, наверное, с железнодорожников на правах хозяев. У них вполне себе ожидаемо лантратов на воротах, и, в общем-то, дальше начинаются интересные нюансы. Например, защита. Нинахов-самошников на флангах, Ньямси-морозов в центре защиты. Почему эту защиту можно назвать, ну как бы сказать, не самой ожидаемой? Ну, например, потому что Фасон и Сельянов оказались на скамейке запасных. А все-таки игроки, которые либо вызываются в свою сборную, как Сельянов, либо интересуют Ювентус, по слухам, как Фасон. Но шутки шутками, а в целом, как мне кажется, Фасон по своим талантам, по своим возможностям, наверное, один из лучших защитников России на данный момент. Но есть у Галактионова какая-то тяга постоянно использовать Морозова, при том, что он достаточно часто ошибается. И вот в этой встрече то, как Локомотив в дебюте исполнял искусственный офсайт, но это нужно просто в таблицу мер и весов в плане того, как нельзя исполнять искусственный офсайт. И вообще, косяков хватало, но с другой стороны, Морозов странным образом очень серьезно повлиял на ход встречи, когда в борьбе с Кордовой, но во многом его спровоцировал на то, чтобы он получил красную карточку. Поэтому здесь, не мытьем, так катанем, Морозов принес немало пользы. Я понимаю, что многие опять в комментариях будут писать, что я хречу этого защитника, но серьезно, я не совсем понимаю, почему ему так доверяют в Локомотиве. А вот в центре поля все куда понятнее, хотя здесь как раз тот самый случай, когда игрок сборной России не особо оправдал свой высокий статус. Карпукас, который был удален в какой-то момент рядом с ним Баринов, повыше в атаке. Понятное дело Технезиан, понятное дело Глушенков, мне кажется, без этих двоих состав вообще нельзя формировать. Самое интересное было, кто здесь еще выйдет. И вышел Жемалединов. Не Пеняев, не кто-либо еще, именно Жемалединов, человек, который забил первый гол в этой встрече. И человек, ну, на мой взгляд, который показал свое умение на опыте оказаться в нужном месте в нужное время. Ну и теперь самое главное, барабанная дробь, дзюба на скамейке запасных. Вот так вот. На Астарье появился Сулейманов. Я об этом говорил еще в предыдущей встрече, что дзюба выглядел очень плохо. И, по-моему, пора менять его на Сулейманова. Это и произошло. Так что здесь в каком-то смысле состав Локомотива действительно подстраивается, меняется. Так что здесь Галактионову стоит похвалить за определенный творческий поиск. За то, что идет обновление команды. Но где обновление еще мощнее, так это в Сочи. Потому что здесь не только тренер поменялся, но и практически полкоманды. И теперь давайте обсудим, как выглядит Сочи. Во-первых, да, схема в четыре защитника. Сочи долгие годы использовал расстановку в три центральных. Сейчас потихонечку переходит на четверку. В центре обороны Алвиш и Дыркушич. Медведик Макарчук на флангах. Здесь как раз минимум изменений. Заболотный на воротах в отсутствие Адамова, который поехал по коре от Санкт-Петербурга. А вот дальше интересные нюансы. Новичок Саведра, чилиец, очередной чилиец в российском чемпионате. Юкич, новичок рядом с ним. Юсупов формально, как атакующий хавбек-скрытый нападающий. Сутармин и Крамович вместе с Кордовой тройка атаки. Сутармин смещается много на фланг. Разумеется, по ситуации схема Сочи де-факто перестраивалась в пятерку обороны. Как раз за счет Сутармина и здесь. Ну, скажем так, универсальность Алексея, по моим ощущениям, была, наверное, одним из ключевых таких тактических нюансов построения Морену. В итоге встреч прошла достаточно занимательно. Как я уже сказал, все началось максимально активно, максимально здорово. Команды обменялись забитыми мячами и в обеих ситуациях, конечно, это забитые мячи, как мне кажется, из-за того, что кто-то не вошел в игру. В случае Сочи у них не вошел в игру Заболотный, который словно пропитался духом своей фамилии и решил, что он, как однофамилец нападающего, должен непосредственно влиять на количество забитых мячей. В итоге обрезался и с этого пошла атака Локомотива. Да, Заболотный там молодец в каком-то эпизоде даже спас свою команду, но дальше первый на мяче оказался тот самый же Малединов. Ветеран, на мой взгляд, но все-таки уже не может показывать тот уровень скорости и активности, что раньше. Ну, понятное дело, у Рейфата и возраст не тот, и травм дофига, но при этом опыт — это та вещь, которая никуда не денется, оказаться в нужном месте в нужное время. Это настоящее искусство, и Рейфат здесь показал уроки, так скажем, вот этого самого искусства. Что касается забитого мяча ворота Локомотива, тут, как я уже отметил, большие вопросы к защиту и к центру защиты, и к остальным позициям. Так вот исполнять искусственный офсайт просто нельзя. В итоге, в данной ситуации Крамович отдал первую голевую передачу, дальше он отдаст еще одну. Молодец, Югослав, ничего не скажешь. Крамович провел очень хорошую встречу, а учитывая то, что в Локомотиве всегда любили и ценили Югославов, таким образом, может быть, еще немножко работать на трудовую книжку. Сочи-то ненароком в низшую лигу может вылететь, а вот такую игру Крамович это запомнит. Здесь он отдал голевой пас Юсупову, дальше отдаст голевой пас Алвишу. В общем, в данной ситуации Крамович действительно здорово себя показал. Старт встречи вот с этим обоюдным ударом, забитыми мячами, конечно же, несколько выбил команда из колеи. После этого было ощущение, что все как-то с опаской друг на друга смотрели. Не дай бог, снова начнется. А как же удержать такой безудержный футбол? И в результате дальше матч, ну, наверное, все-таки пошел по нисходящей в плане интенсивности, но скорости были хорошие и у тех, и у других. Хотелось бы обратить внимание на то, что Сочи при Морено, как видимо, пытается играть достаточно смело. В этом матче у них 52 на 48 процент владения. Понятное дело, что процент владения мало на что влияет непосредственно, тем более, когда разница такая минимальная. И при этом, что опять же очень важно, Сочи в этой встрече, добившись ничьи, в каком-то смысле статистически отскочили. В том плане, что по ударам-то здесь равенство 11-11, но попадание в створ 5-2. То есть, да, получается, Сочи оба своих попадания в створ реализовали. У Локомотива в этом плане было все несколько хуже, и поэтому тут, ну, наверное, по степени опасности, Локомотив-то все-таки был поближе. Потому что Сочи это та команда, которая, строго говоря, все, что конкретно создала, непосредственно опасности, на ворот соперник, то и забила. А вот у железнодорожников вновь возникли определенные трудности в завершающей стадии. Впрочем, не только в ней. В какие-то моменты Локомотив откровенно проседал в плане скорости, активности. В какие-то моменты Сочи очень неплохо поддавливал прессингом. При этом Сочи хорошо использовал свои сильные стороны, например, работу на стандартах, атлетизм. Поэтому здесь, ну, в общем и целом, Сочи мне понравился. Есть ощущение, что это уже не та бессмысленная и абсолютно безидейная команда, которая была раньше. При этом Локомотив смотрелся интереснее, и очень важно, что они в какой-то момент вышли вперед. И вот в том эпизоде матча казалось, что они могут-таки додавить Сочи. Там, кстати, в эпизоде со вторым забитым мечом тоже вышла интересная атака на Ирте Князян. Опрометчивый немножко передачу отдал в плане силы. И в итоге Глушенков там большой молодец, что смог так или иначе отработать этот эпизод до конца. И фактически спас эту атаку, а дальше и забил. Но смысл-то в чем? Смысл в том, что здесь, вот в этом эпизоде, Сочи, ну, как мне кажется, все-таки был выязвимой позицией. На второй тайм Локомотив выходил по счете 2-1. Здесь Локомотиву нужно было по факту додавить своего оппонента и дальше, как раз-таки, уже развивать преимущество, забивать. Но, но, старт второго тайма стал, я не знаю, моментом какого-то обвала для красно-зеленых, когда они сперва получили мяч с корнера, а потом еще и остались в меньшинстве. То есть тут, ну, я не знаю, как это описать. Локомотив вновь, играя в неплохой футбол, все вот упускает на ровном месте. То, о чем я говорил. Вроде футбол у команды есть, вроде игроки талантливые, толковые. Но вот так вот, знаете, за две минуты буквально все просрать, простите за выражение, это, что называется, умеем практикнуть. На фоне этой радости Галактионов даже дал Дзюбе поиграть. Здесь, ну, в конце концов, когда Дзюба выходит на поле, учитывая его нынешнюю форму, это всегда риск того, что ты останешься в десятером. А здесь, учитывая, что соперник, ну, как бы это сказать, и так имеет численное преимущество. Ну, получается, и так в десятером мы играем. Ну, может быть, в Дзюбу там мяч прилетит, отскочит куда-нибудь в нужную сторону и так далее. То есть здесь замена Митая вместо Жамалединова, Дзюба вместо Сулейманова — это понятный ход. Уплотнить защиту. Митай может и в опорной зоне, и в обороне действовать. Как раз-таки отчасти замена для Карпукаса. Дзюба впереди. Ну, под контр-атакующий стиль с дальними передачами вперед он, наверное, подойдет несколько лучше. Поэтому здесь, ну, скажем так, локомотив действовал логично. Проблема заключается в том, собственно говоря, что Сочи, имея преимущество, конечно же, начал наседать. И здесь, ну, хоть я и сказал, что сочинцы два удара в створ, два удара забили, но я, конечно, немножко здесь подкрутил нужные нюансы, потому что дальше как раз, играя в большинстве, Сочи был очень близок к забитому мячу и даже попал в сетку, но с обратной стороны. Был такой вот яркий момент, когда казалось, что все. Это просто анекдот. Локомотив упускает свое преимущество, упускает практически идеально складывающуюся встречу, когда 2-1, ты смотришься неплохо, и тут ты все получаешь одно за другим. Сперва сравняли счет, потом получили удаление. Ну, а потом было то самое удаление, за которое я похвалил Морозова. Здесь было все действительно круто, здесь все было действительно классно, и вот тут, ну, Морозов, получается, показался во всей красе. Он же там еще и засветился в эпизоде с третьим забитым мячом, когда показал дриблинг. Но я даже не знаю, как это сказать. Это тот самый момент, как бы, когда дриблинг Арбело перестает быть шуткой, потому что мы увидели дриблинг Морозова. И вообще, кстати, вот этот эпизод с концовкой, ну, мне кажется, локомотив как раз здесь, на эмоциях, после того, как Сочи остался в меньшинстве, действительно пошел вперед и снова поддавил. Почему я и сказал, что в целом-то локомотив был интереснее. В концовке железнодорожники действительно задавили соперника, забили гол, гол не засчитанный, дальше будут разбирать судейские вопросы, благо их тут дофига, каким местом там касался мяча Пеняев и что там было в этом эпизоде. В общем, что я могу сказать? Встреча получилась необычайно событийная. И причем это все, знаете, по канонам драматургии прошло. Очень яркий старт с обоюдными забитыми мячами, очень яркая концовка с этим безумием в плане атакующей мощи локомотива, который злой пошел вперед рубить, губить и колоть. И вот там, ну, знаете, Сочи еле-еле удержался. Поэтому есть за что похвалить и одну команду, и другую. Ну и матч, как я уже говорю, получился очень событийным. Для нейтрального футбольного болельщика одно удовольствие такой футбол смотреть.